МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Так, значит, вы утверждаете, что эта женщина воровка. Да. И что она у вас украла? Да бутылку его нашла, алкаш. Это у них семейная. Одна украла лучшие годы моей жизни, вторая ее подельница украла бутылку французского коллекционного коньяку. Да этой бутылке цена 40 гривен в базарный день. Это неправда. Мне ее презентовали группа французских туристов, слабо понимающих наши законы. Скажите, а зачем вам этот коньяк? Что в нем такого ценного? Дело в том, что этот коньяк я хранил для особого случая. Особый случай должен случиться вечером в пятницу или утром в субботу. Так, не перебивайте, пожалуйста. Продолжайте. Для какого случая? Я хотел презентовать эту бутылочку своему коллеге. Мне? Так это преступление с отягчающими обстоятельствами? А, отягчающие обстоятельства. Да ему бухать не с кем. Получается, она украла бутылку и не говорит, где прячет награбленное. Совершенно верно. Ну, это срок, это срок. Да. От двух до пяти с конфискацией. Что? От двух до пяти? Если я выйду, то от двух до пяти, это будет столько переломов. Это только челюсть. А это угроза сотруднику внутренних дел. Это срок побольше. Женщина, ну, срок можем и скостить, если вы скажете, где прячете награбленное. Сейчас. А потом что? Вместо сериала я буду ваш футбол смотреть? Я одного придурка вытерпеть не могу. А там двадцать два. Хорошо. Тогда мы передаем это дело в суд. Что? А к нему прикрепим еще дело. О, дело об ограблении ювелирного магазина. Вот паразит. Скажите, младший лейтенант. Да. А вообще справедливо ли это наказание за бутылку коллекционного французского коньяку? Согласен. Несправедливо. Глухаря на нее еще повесим. Ах вы оборотни. Черт с вами. Ваша взяла. Выпускайте. Нет, мама. Вначале вы скажете, где бутылочка. на, подавись. Ну что, погнали футбол смотреть? Погнали, погнали. Ты. Ты. Ух ты. А я? Мы же договаривались. Договаривались. Это раньше можно было с нами договориться. Ну. А сейчас мы семимильными шагами идем в Европу. Никакой коррупции. Вот. Идем. Французский? Ох. Ай, дурачье. Вы бы еще кроссвордов взяли. Я вместо коньяка туда налила чаю с тургеном. Опа, веселятся, а. А коньячок-то вон. Ох, где. О, амнезия идет. Здравствуйте, меня зовут Яна. Да вроде как знакомы. Да? А, это я вам в бок въехала, да? Нет, еще варианты. Ам, на светофоре в вашу попу въехала. Еще варианты? Я вас подрезала на трассе, и вы улетели в этот. В кю, шавель, в кю, рэ, кувет. Нет. Нет. Вы у нас машину оставили. Видимо, пришли за ней. А, точно, да. Скажите, а вы все сделали, что я просила? Все сделали. Присаживайтесь. А, да. А, ой. Класс, 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 класс. А, так, это руль. Ага, руль. Би-би-бип. Би-би-бип надо тут делать, да. А потом... Где стекла? Где стекла? Я вас спрашиваю, вы что, их украли? Вот там, вот внизу, прочитайте. А, да. А, да. А, да. Мы вам под капотом тоже все прописали. Где у вас там мотор, где у вас свечи? У меня там свечи? А, ну да, мне же эту машинку подарили, точно. Спасибо вам большое. Как вас там все время забываю. Ну, этот... А, ну, такой... Ну... Такой? Да, такой, Рома! А скажите еще такое. Я когда еду, вот эти вот дяденьки стоят с этими палочками в полосочку. Они меня останавливают и что-то от меня требуют. А что я и не могу понять. Что с ним делать? И... Давайте попробуем вот так вот. А что там? Вот. Теперь точно приставать не будут. Все и так понятно. Да? Ой, класс! Спасибо вам большое. Так. Чтобы ехать, ключ повернуть от себя. На троих. Господи, да у нас в кардиологии быстрее бегают. Да бей ты уже! Бей! Да пас отдай ему! Господи. Придурки. Доктор, можно? Можно. Вот. Это что это вот за игра такая? В крабика, что ли? Не очень смешно, доктор. Почему? Лучше помогите нам отсоединиться друг от друга. А, вот так даже? Интересно. Ну, семейный психолог у нас принимает на втором этаже. Вы не поняли. Мы физически не можем разъединиться? Физически? Да. Ну, тогда это вам хирургу на четвертый этаж. Он поможет вашему мужу ампутировать все, что угодно. Вы не поняли. Я не муж ей. Да. Я инструктор-парашютист. Мы с Дианой прыгнули в связке. Да, теперь не можем вот развязаться. А, интересно. Так, подождите, а как это произошло? Мы прыгнули. Первый парашют не раскрылся. Тут она как заорет. Держите меня! Я ее как схвачу, от страха руки свело, и до сих пор не могу отцепиться. Помогите. Да. Мне, конечно, как бы приятно, но, понимаете, у меня парень есть. А он очень ревнивый. Даже заставляет фотографию свою носить с собой на удачу. Вы присаживайтесь, я пока подумаю, что ж... Если мы присядем, я как порядочный должен буду на ней жениться. Да. А, вы в этом смысле? Да. Слушайте, ну, на самом деле, я вам все-таки настоятельно советую подняться на четвертый этаж к хирургу. Зачем? Потому что лучше он вам руки ампутирует, чем вот этот оторвет. Доктор, спасибо, вы кудесник. Спасибо большое. Пожалуйста. Что, все-таки сходить за хирургом? Нет, лучше за шампанским. Я собираюсь, кажется, сделать предложение. Я согласна. Ну что ж, властью, данной мне главврачом, объявляю вас мужем и женой. Лечи выйдете. Да, я, пожалуй, схожу в ординаторскую. Вы готовы к затяженному прыжку? Поросеночек. А что происходит? Ну, поросенок, ты что, забыл, что у нас сегодня юбилей? И на годовщину нашей свадьбы я приготовила сюрприз. Слушай, я и забыл совсем, не ожидал. Я думал, как обычно, найду в шкафу любовника. Что? Я люблю только тебя. Мой поросенок. То, что вы экономите электроэнергию, это, конечно, похвально. Но то, что вы жрете в постели, а не на кухне, это, доченька, безобразие. Мам. Послушайте, тёщь. Мама. Мало того, что вы приперлись без предупреждения, так вы ещё и приперлись в годовщину свадьбы. Ой, у вас годовщина свадьбы. А что три цветочка? Один выбросьте. Чётное количество должно быть. Оставьте свои шуточки при себе. Так же, как вы оставили холодильник, который обещали подарить нам на свадьбу. Егор, мамочка, что ты хотела? Ты же видишь, у нас праздник. Между прочим, я тоже участник вашего праздника. Но вы меня почему-то не пригласили. Ну, потому что это романтический ужин. Тет-а-тет. Да? Ничего, ничего страшного. Я посижу, немножко, пару тостов и пойду. О, что там? Ваше здоровье. Доченька, эти ваши японские голубцы, такие прикольные. Мамулечка, ты же обещала пару тостов и уйдёшь. Подожди, я сейчас выбью последний тост за своего прекрасного зядя, так сказать, на коня. И уйду. Всё, и я уйду. О, что вкуснято. Что-то мне это напоминает. Прямо как в нашу первую брачную ночь. Вот теперь точно. Я пошёл. Куда? К соседу за раскладушкой. Я с тобой. Пошли. Слушается дело Кацмана Давида, обвинение против которого выдвинул Циферман Изя. Ой, это ад, это невыносимо, этот поступок, ой. Господин Циферман, слушаем вас, излагаете суть дела. А шо суть, шо суть, этот человек поступил подло. Ой, ой, и шо я сделал? Шо ты сделал? Шо я сделал? Он украл у меня деньги. Да, украл. И сейчас, ну, уважаемый суд, мною очень любимый, сейчас вернёт мне мои законные деньги. Я надеюсь на это очень. Наши вам через окно, знаете? Я ничего не крал. И у тебя не получится ввести в заблуждение самый умный, хороший и красивый суд в мире. Господин Кацман, давайте вернёмся к сути дела. Господин Циферман, изложите, что конкретно вы не поделили с господином Кацманом? Мне очень тяжело об этом вспоминать, но если вы так просите, у этого человека был день рождения. И я, как лучший его друг, принёс ему подарок за 100 долларов. Вы представляете? Семь лет назад 20 долларов это были не деньги. А сейчас это вполне себе приличная сумма, можно сказать и 60. Так и что ты можешь ждал этого повышения курса? Или это ты договорился с Нацбанком за этот кипич? Что? Ой, мне смешно тебя слушать уже, Давидик. И я требую, чтобы помимо 20 долларов этот человек возместил мне и моральный ущерб. Семь лет ада. Вы представляете, что случилось с моим сердцем? Моральный ущерб. Я тебе не депозит, чтобы возвращать с процентами. Ой, кстати, отличная идея. Пускай возместится. За каждый день доллар. Я буду в предостаточном состоянии. Иса, что ты несёшь? Какой каждый день? Я тебе сейчас вырву пейсы, и я не попрескую. Что ты мне делаешь? Прекратите. Суд готов вынести решение. Видишь, как ты уже надо делать уважаемому человеку. Всё правильно. Суд постановляет взыскать 200 долларов. Вот. Браво. С кого? Браво. 200 долларов должны выплатить Кацман Давид. Ой. И Циферман Изя. Каждый. А вот я вот этого чуть-чуть не понял. А почему я должен платить ещё такие деньги? Потому что не стоило делать беременной голову судьи. Очень красиво судьи. С вас с каждого по 200 долларов на алименты для моей беременной головы. И если вы сейчас быстро отсюда не уйдёте, то я с вас ещё взыщу по 500 долларов морального ущерба. С каждого. Конечно, есть такая ситуация. Ой. Я люблю цветочки. Расти, мой хороший. Да-да. Туки-туки, здрасте. Я Филипова. Ой, мать её. Здравствуйте, проходите. Присаживайтесь. Я вас давно вызывала. Ага. А можно так как-то побыстрее, а то меня сегодня уже три раза вызывали. А, то есть вас вызывают и другие учителя? Так, какие учителя? Хотя, кто их знает. Так, скажите, почему вы не ходите на собрания? Да потому что я работаю. Ну хорошо. Тогда на родительские собрания может ходить отец. Почему он не приходит? Ну потому что я даже не знаю, как он выглядит. Кстати, если эта скотина придёт, вы это самое мне маякните. Ну хорошо, перейдём к успеваемости вашей дочери. Вы знаете, в последнее время... Вы, 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 вы что? Ой, я извиняюсь. Я ж забыла, что в школе только в туалете можно курить. Нет, вообще-то в туалете тоже нельзя. А, на заднем дворе. Ваша дочь очень плохо учится. Она прогуливает уроки. Ну, ну, ну. Ну что ну, вы понимаете, что если она будет очень плохо учиться... Я дико извиняюсь. Алло. Здрасте. А вам на час или на ночь? А, ага, хорош. Давай. Ага, шо вы там говорили? Я говорю, если ваша дочь будет плохо учиться, то в будущем она попадёт на улицы города и, возможно, станет, так сказать, девушкой... Ну? Лёгкого... П-п-п-п-поведения. Проституткой, что ли? Всё, я вас умоляю, я могу сказать, что это не самый плохой вариант. Да, да. Что? Что? Как вы можете такое говорить в храме науки? Софья Николаевна, мне тут нужно... О, Александр Васильевич, я вас приветствую. Здравствуйте. А, значит, вы уже знакомы, да? А, ну так... Да. Александр Васильевич, простите меня, но вот эта вот женщина, я по-другому не могу сказать, мать Филипповой, утверждает, что... П-п-п-п-п-п-п... Проститутка! Не самый плохой вариант! Ну да. Боже мой, какой кошмар! Вот и я говорю, кошмар! Поэтому мне кажется, нужно исключить дочь Филипповой из нашей школы. Так, Александр Васильевич, ты попрошу... Подождите, подождите. Давайте не будем совершать, так сказать, резких движений. Для начала я предлагаю провести беседу среди нее, а потом уже посмотрим, посмотрим. Хорошо, я хочу тогда поприсутствовать при этой беседе. Нет, не надо. Это будет разговор с глазу на глаз. Пройдемте ко мне в кабинет. Сказал глазу на глаз. И прошу вас ко мне в кабинет в течение часа, не нужно. Прошу! Спасибо. Можете заходить через пять минут, я его знаю. Через пять минут. На троих! Это что, он? Судя по ориентировке, он. Какой красивый. Господи, он просто идеальный мужчина. Вернее, преступник. Слушай, а давай я его арестую? Так, знаешь что, будет, наверное, лучше, если я его арестую. Почему это лучше? Ну, потому что любому мужчине будет приятнее, если на него наручники наденет такая высокая, шикарная, длинноногая блондинка. Очень жаль, что среди нас нет шикарной, длинноногой блондинки. Поэтому арестую его я. Так, знаешь что? Давай он сам решит, кто из нас его арестует. Окей. Окей. Здравствуйте. Здрасте. Вы только не переживайте, мы знаем, что вы мошенник. Да, я все ваши дела знаю наизусть, могу рассказать. Прям как сериал. Вы знаете, дело в том, что у нас с коллегой возник небольшой спор, такой, знаете, женский. Скажите, пожалуйста, кого бы вы из нас предпочли, чтобы вас арестовали? Меня или это? Это или меня. А я, между прочим, могу надеть так наручники, что у вас не будет болеть кисть. А я могу вообще наручники не одевать. Мы можем просто сесть в машинку и поехать в участок. Вы даже будете за рулем. А перед участком мы можем с вами заехать в ресторан, поужинать, поесть всяких деликатесов. Ну, мало ли, какое будет решение суда. Да. Вы меня, наверное, извините, но вы меня с кем-то перепутали. К тому же вы обе не в моем вкусе. А ну, рожа спал! Я дура, я пристрелить могу, понял? Это беспредел! Вы с ума от вас ходили, что ли? Вот дурак. А могли бы просто романтично поехать вместе со мной на машинке в участок. Да, а как бы мы с ним прекрасно провели время в ресторане. Так лучше. Я говорю, о вкусе. Ну, дура, дура. Че, лежи, давай, вставай! Ну, обезьянники отлежишься, понял? Долго вы меня еще будете тут держать без всякого на то основания? Девушка, мы не держим никого без основания. Вас задержали, потому что у вас были найдены антикварные монеты. Какие антикварные монеты? Это, вот, жетоны на метро. А вот сейчас эксперт приедет, и мы узнаем, куда то жетоны. А то были одни уже. Говорят, везем в солярий. А на самом деле, саркофаг Тутанхамона. Золотой, между прочим. Да какой эксперт? Я же говорю, это жетоны на метро. Вот, буковки М, видите? Да, откуда я знаю? А вдруг это монеты Ярослава Мудрого? Какого Мудрого? Они пластиковые. На то он и мудрый был. Экономил драгоценный металл. Ой, это черт знает что. Ничего, ничего. Сейчас связь с моим мужем появится. И вам всем хана здесь, понятно? Не надо меня только пугать. Пуганный, знаете. И стреляный, и колотый, и резанный. Ну-ка отвечайте. Кто тут насильно удерживает мою любимую жену? Вы про нарушительницу? У нее был найден антиквариат. Какая она нарушительница? Слыхала. Прости, что был не на связи, был на задании. Ну и что здесь произошло? Да держали пять часов из-за каких-то жетонов на метро. Михалыч, мы так не договаривались. Ты скотина какая. А чего это он тебя по отчеству назвал? Да, что за фамильярности? Для вас я Юрий Михалыч. Ты посмотри, понабирают по объявлению кого угодно. Любименький. Что? А что это за помадка у тебя на лице, а? У меня? Да потому что он... Потому что его напарник только что напал на меня в коридоре. Наверное, перепутал с ним. И как давай обнимать меня, целовать. Устроили здесь гейское гнездо. Ужас! Пойдем отсюда. Пойдем. Кошмар. Я сейчас, секунду. Петрович, ты извини. Вот тебе компенсация. Извини, что долго не забирал жену. Просто блондинка попалась очень жаркая. Ах ты, Кобелина. Ну, долго ты еще? Что ты? Ты видела? Хотел меня поцеловать только что. Устроили здесь садом и комору. Устроили здесь садом и комору. Ах ты, Кобелина.